А в налоговой службе режим работы в праздничные дни изменится. С первого по третье будет приостановлен личный прием граждан. Стоит отметить, что в эти дни завершается рассылка жителям Тверской области налоговых уведомлений. Они включают в себя транспортный, земельный, а также имущественный налог. Что делать, если вы все еще не получили уведомления, как будет работать ведомство в предстоящие праздничные дни в сюжете нашего корреспондента. За 2020 год налоговыми органами исчислено более 2,5 миллиардов рублей. На сегодняшний день, по данным ФНС Тверской области, 83% уведомлений направлены заказными письмами, а 27% в электронном виде. В ведомстве напоминают, что на портал госуслуги налоговые уведомления не поступают. Они увидят только задолженность, которая возникнет после 1 декабря 2021 года. Но с помощью пароля и логина госуслуг можно активировать личный кабинет налогоплательщика для физических лиц. И тогда уведомления налогоплательщики будут получать именно через этот сервис. Кстати, те, кто еще не получил налоговые уведомления, ведомстве призывают не волноваться. Рассылка еще не закончилась. До 1 ноября Почта России продолжает разносить извещения в бумажном варианте. Для тех, кто беспокоится, что еще не получил уведомления, может обратиться в любой налоговый орган и получить дубликат. Или через сервис ФНС России. В ведомстве напоминает, что оплатить налог на имущество, земельное, а также транспорты необходимо не позднее 1 декабря текущего года. Оплатить налоги можно любым удобным способом. Либо через сервис личный кабинет налогоплательщик для физических лиц, либо в Сбербанке, либо через Почту России, то есть через любое финансовое учреждение. К слову, в связи с предстоящими нерабочими днями и праздниками изменится режим работы налоговых инспекций Тверской области. С 1 по 3 ноября будет приостановлен личный прием граждан. Однако обратиться в налоговый орган можно будет через личный кабинет на сайте ФНС.